В марте, в разгар пандемии коронавируса, когда во всем мире начали вводить карантинные ограничения различной степени, весь мировой спорт ушел на каникулы. Все мировые чемпионаты были остановлены, а Олимпиада, которая должна была состояться в 2020, перенесена на 2021 год. Многие спортсмены к этому времени начинали набирать форму, а кто-то уже был на пике. В этом выпуске новостей мы расскажем, как живут на самоизоляции оренбургские спортсмены. В момент, так скажем, начала этого мирового карантина застал тебя в Лондоне. Какие это были числа? Это было 16-17 марта. Как там развивалась ситуация? Или ты вообще ее не видел? Мы слышали о том, что происходит в мире, что в России что-то закрывается потихонечку, переходит на стационарное обучение всякие вузы, школы и так далее. Спорт, мы говорили, что в крайнем, если даже будет что-то не так у нас с соревнованиями, то максимум, что могут сделать, это просто не запускать зрителей, а соревнования закончатся. Раз их начали, то есть, потому что турнир надо завершить, потому что ее азиатский отбор они уже прошли, то есть там отобрались уже спортсмены на альпийские игры, а европейские должны тоже закончить, чтобы уже состав участников на альпийские игры был уже определён. Сам вот город, сам Лондон, как жил? Никаких, никаких вообще там поводов для того, чтобы там можно было подумать, что тут какой-то карантин, супермаркеты там забиты, то есть в торговый центр люди ходят, туристы фотографируются, то есть мы гуляли, там были выходные, ездили в центр, там, в Биг Беновый, колесо обозрения, которое у них там большое, то есть народу было полно на самом деле. Даже без масок? Без масок, то есть я не видел вообще людей с масками. Ты туда приезжал на квалификацию к Олимпиаде, в какой форме туда, скажем так, приезжал? Это была пиковая форма или какая-то такая промежутка? Это была пиковая форма, то есть мы набирали объёмы, то есть мы начинали готовиться буквально за 4 месяца ещё. В том году начали готовиться к этому турниру, с декабря, так можно сказать, и потом пообъехали Киргизию, потом объехали Кисловоз, были в Италии, были в Сочи и уже подошли вот в самом пике, подошли к Лондонскому турниру. Как там квалификация сопровождалась? Тебе не хватило одной победы по времени? Да, то есть вот, грубо говоря, 16 вечером я, как обычно, потренировался днём, вечером пошёл болеть за наших на соревнования, то есть уже 16 числа там были два боксёра с нашей сборной, которые уже отбирались, то есть проводились свои вторые бои. Один мальчик у нас там проиграл, другой мальчик выиграл, отобрался на игры, то есть потом уже вечером, общее собрание когда было, то есть там старший тренер сказал так и так, то есть сегодня последний день, завтра уже соревнований не будет. Стало неожиданностью? Это было неожиданно, очень неожиданно. Я прыгал верить в то, что что бы в жизни не делалось, всё к лучшему. И первое, на чём я там мало как мысли, это то, что, ну, это, видимо, к лучшему, видимо, так было нужно. Погрустил, естественно, потому что столько сил, там, я за эти сборы, за эти 3-4 месяца дома прожил буквально, там, ну, дней 10 от силы, то есть неистово пахал, то есть готовился, хотел, то есть я вот уже близко, вот там, там, буквально шаг, и тут всё останавливается. Расстроился безумно, но, видимо, мне нужен был ещё один год, чтобы я был сильнее всех, в общем. Если вы сейчас находитесь в Сочи, правильно же я понимаю, да? Да, да. Как там обстановка в самом городе? Да, довольно-таки спокойно, понятно, что есть свои правила, с 10 до 4 здесь можно передвигаться на своём автомобиле, но я понимаю, что на общественном транспорте так вообще можно всё время передвигаться. И вот до 4 часов, то есть если въезжать в Адлер, там стоит эти пост ГАИ, получается, и они останавливают, открывают только одну полосу, останавливают, проверяют там пропуска, вот такое. Так все гуляют, то есть понятно, что всё закрыто, только магазины открытые, но люди всё равно гуляют и живут обычной жизнью, можно сказать, почти. В масках гуляют? То в масках, то не в масках, но как-то в магазинах в основном, конечно, в масках, а вот на улице-то не сильно много народу в масках ходит. Что касается вас, где вообще новость о вот этом, так скажем, приостановке чемпионата, приостановке вообще многих спортивных состязаний вас настигла? В какой вы тогда были? Где вы были, в какой момент? Мы были на карантине как раз, когда мы прилетели с Франции, мы отыграли с Леона, и мы вернулись, и нас всё закрыли на двухнедельный карантин, и как раз вот мы на нём были и объявили уже о завершении чемпионата и Евролигии, и российского чемпионата. То есть мы вышли с карантина и, можно сказать, объявили опять об общественном карантине. А стало для вас это неожиданностью или, ну, грубо говоря, с командой обсуждали, что, скорее всего, так и будет? Ну, на самом деле мы надеялись, что это всё-таки нас не коснётся, потому что мы спокойно ехали во Францию, там ещё вроде такого серьёзного ничего не было, но когда мы уже начали играть, отыграли игру, мы играли причём со зрителями, всё. Это, получается, было 11 марта, по-моему. И отыграли, и наш президент сказал, что ничего не переживайте, всё будет хорошо, всё нормально. И вот уже потом, когда мы возвращались, уже начались вот эти вот разговоры, что, скорее всего, нас закроют на карантин. Ну, вот, в итоге так и получилось. Так, возвращаясь в Оренбург, когда уже сюда здесь приехал, так скажем, сидеть дома на самоизоляции, тяжело поддерживать форму в домашних условиях? Да, ну, человек, который, мне кажется, связан со спортом и знает хотя бы 5-10 упражнений, то, мне кажется, физический форм поддерживать дома можно просто спокойно, то есть, даже не напрягаясь. Обычные упражнения, типа, ну, отжимания, пресса, скакалки, ну, это всё элементарно, и это всё поможет, то есть, больше его не нужно. Ну, вот я имею в виду, там, скажем, соревновательного уровня форму. А, ну, конечно. То есть, если бы, возможно, был бы частный дом и пару спарринг-партнёров, то можно было бы поддерживать. А так, то есть, одному как? Там же нужен тренер, то есть, нужны лапы, например, нужны спарринг-партнёры что-то отрабатывать, нарабатывать какое-то чувство дистанции и всё в этом роде. А дома я максимум один могу только на скакалки попрыгать и боссить сделать, всё. Но я не сижу, на самом деле, дома всегда. Я, говорю, я тут езжу и на велике, и бегаю, в общем, занимаюсь на улице как-то, то есть. Ну, и очень, конечно, не хватает тренажёрных залов вот этого всего для нас. Это всё хочется уже, чтобы, конечно, открылось. Всех это коснётся? Вот если брать, допустим, баскетбол, всех ли команд или где-то, может быть, вы знаете, слышали, там, в каких-то других странах или в каких-то городах команды не разъединяются, а как-то вместе на базе пережидают это всё? Нет, в плане баскетбола абсолютно все команды разъехались, игроки, особенно иностранки, в первую очередь, все поуезжали по домам, и поэтому все как бы в раздельных местах находятся, никто не тренируется вместе. Сильно вот эта сейчас пандемия, остановка тренировок, остановка соревнований повлияет на показатели спортивные во всех видах спорта или какие-то виды, может быть, останутся примерно, так скажем, нетронутыми? Мне кажется, шахматисты останутся нетронутыми. Ну, я такая шутка, всё, я понимаю, но, блин, как вам сказать, то есть все в равных условиях. Если даже потом, после того, как закончится карантин, начнут соревнования, все будут в одинаковой форме, то есть они не будут выше или лучше, хуже или сильнее, они, по идее, все в одинаковой форме. Ну, вот, например, братья олимпийцев, это, конечно, особенно индивидуалистов, которые, там, лёгкоатлеты, я не знаю, они, правда, они готовятся просто на протяжении, можно сказать, там, четырёх лет к этой олимпиаде, да, от олимпиады к олимпиаде живут. И то есть они готовятся, а, получается, этот год пропускают и в любом случае теряется какая-то, я не знаю, даже внутри у тебя уже настрой какой-то, может быть, пропадает. Но я всё-таки надеюсь, что все профессионалы своего дела и в любом случае все будут так же готовиться и ждать, но остаётся реально только ждать. От нас ничего не зависит в этой ситуации, поэтому мы ждём, когда кто-то сверху объявит, что всё можно, всё, откройте, пожалуйста, нам только, чтобы мы тренировались. В целом, как состояние можете? То, что сезон недоигран, это гнетёт или это, наоборот, как дополнительный отпуск воспринимается? Нет, это гнетёт, потому что мы вышли на такой этап, что мы как раз выиграли Леон. Если бы мы их выиграли дома, мы бы вышли в финал четырёх, и то есть это вообще было бы очень классно. И вот это, конечно, всё печально. А сейчас, может быть, это будет доигрываться Евролига, но, опять же, ещё непонятно. Идут слухи, что, может быть, в ноябре или когда будет продолжение. То есть, получается, начнётся новый сезон, но вот эту Евролигу мы будем ещё доигрывать. В чемпионат России, получается, мы заняли третье место. Ну и, конечно, получается, отдыха очень много. Это для профессионального спортсмена без игровой практики, это, конечно, непросто. Понятно, что мы все поддерживаем физическую форму, кто как может. Но всё равно, конечно, потеряем мы её точно, как бы, в плане именно баскетбольных навыков, там, вот именно видения игры, там, какое-то. Понятно, что, когда мы все встретимся вместе, там, мы потренируемся месяц-два, это всё вернётся, но будет непросто, конечно, после такого перерыва. По крайней мере, я не помню, чтобы за последние 10 лет я настолько долго находился дома. То есть, я всё время в разъездах, и, возможно, то, что я сейчас нахожусь дома, невозможно, а, скорее всего, то есть, и даст мне больше желания, чтобы потом, после того, как всё закончится, и с большими силами выйти снова в зал, больше и сильнее тренироваться, и сильнее захотеть вот именно того, чего я хочу. Во время того, пока большая часть мира сидит дома, главным развлечением является смартфон, и, в частности, социальная сеть Инстаграм, куда многие выкладывают свои ежедневные занятия. Мы решили рассмотреть, и как живут мировые звёзды спорта. Весь контент, который публикуют спортсмены в своём Инстаграм, делится в большинстве своём на три типа. Тренировки – это один из главных атрибутов содержания карантинного Инстаграма, конечно, в домашних условиях. Так, например, Леброн Джеймс, пожалуй, самый узнаваемый ныне игрок НБА, держит себя в форме, чему посвятил отдельный пост брутальности. Самый высокооплачиваемый теннисист Роджер Федорер играет сейчас только со стеной. Криштиану Роналду на велотренажёре продолжает поддерживать свой внешний вид, доказывая, что не для всех футболистов 30+, это время заката. А вот так Конор Макгрегор совершает утреннюю пробежку в скромном составе жены и джипа с охраной. Его недавний соперник, а заодно самый богатый спортсмен мира, непобеждённый Флойд Майвейзер, тренирует лично сына. И здесь, кстати, плавно приближаемся к следующей категории. После брутальных тренировок всё тот же Леброн может выложить вот такой милый пост, где всей семьёй исполняет общий танец. Лучший футболист Африки Мухаммед Салах с помощью ребёнка неплохо поддерживает форму, заодно совмещая приятное с полезным. Сын Лео Месси, несмотря на возраст, уже самостоятельно делает упражнения, а вот главный игрочишка российского футбола Артём Дзюба на зависть многих играет сыном в огромную коллекцию фигурок супергероев. Флэш. Флэш, молодец. Где Торок, его любимчик? Торок. Вот. Челленджи. Это, наверное, самый любимый вид развлечения на самоизоляции. Вот всё тот же Артём Дзюба с женой проходит тест на знания друг друга. У кого из вас лучше чувство вкуса? Кто из вас более красивый? Причём челленджами уже называют довольно банальные занятия, но с этой приставкой они становятся интереснее. Так Овечкин обычное бритьё назвал челленджем и выложил в Инстаграм. Однако здесь отметим, что не все спортсмены честно блюдут домашний режим. Им уже упомянутый Конор Макгрегор постит видео с вечеринок и ночной гонки на спорткаре. Как вообще проходит распорядок дня? Можешь прям составить от того, что проснулся и до того, как лёг спать? Проснулся. То есть первыми ночами солнце, как богатырь. То есть я не ограничиваю себя во время. То есть я просыпаюсь не так, как обычно. То есть на сборах мы обычно 7-8 утра просыпаемся на зарядку. А так я просыпаюсь ближе к 10 часам. То есть первое время, когда я полицословно, я вообще сидел дома, никуда не выходил. Сейчас тут объездная рядом. Я могу утром выйти, одеться и пробежаться там в Леспосадке за объездной. То есть там нет людей. Там спокойно. Там минут 30-40 побегать. Это как бы зарядка. Пришёл домой, искупался, отдохнул, поел. Поиграл в приставку. Смотрел, может, какой-нибудь фильм, кино, сериал. Почитал книжку. То есть, в общем, так. И вечером уже. Ну, такая тренёрка более-менее там силовая. Есть у меня такая паутинка. Специально, так скажем. Она со жгутами идёт. Ну, вот такая удобная вещь. То есть с ней можно делать приседы, там, бостейни. То есть она как бы даёт сопротивление. Вечером? Вечером я ничего не делаю. Ну, читаю, опять же, там, вот, приставка. Может, там, с друзьями переговорить по скайпу. Что-нибудь такое. Живём, на самом деле, нормально. То есть ничего такого. Понятно, что мы не ходим, там, в кафе, рестораны, там, торговые центры, кино. Я не знаю. Ну, вообще, так, с командниками, с командницами общаетесь. О чём-то они там рассказывают. Как у них настрой. Ну, конечно, все ждут. Понятно, что уже начало нового сезона. И все в подвешенном состоянии, когда он вообще начнётся. Ну, мы, конечно, надеемся, что он всё-таки начнётся в октябре месяце, как обычно. Потому что не хотелось бы просто пропускать весь сезон. А так, если брать с иностранками, там, например, у нас американка, да, переписывалась. Она говорит, что она живёт в Майами. Говорит, что находится с семьёй. То есть, всё вроде нормально. Но, опять же, у них так же, как и у нас, ничего не работает. Но они выходят на улицу, соответственно. Ну, они, в основном, там все живут, конечно, в своих домах. Но перемещаются на своих автомобилях. Сказал, сериалы, фильмы. Смотришь, какой сериал? Или фильм последний посмотрел? Здесь я не очень хороший друг. Он посадил меня на сериал один турецкий. Если честно, я не фанат этого всего. Я не знаю, как так получилось. Я вроде одну серию посмотрел, но было интересно. Стало интересно, затянул его там. Сериал называется «Ветреный», по-моему. Ну, не по-моему, «Ветреный». Как-то неудобно вроде, думаешь. Мужик, боксёр, там, смотрит турецкий сериал, там, сопливый. Ну, просто реально интересно. И вот. Завершающий вопрос. Как только всё закончится, что вы сделаете первым делом? Я пойду в тренажёрку. Вот, на природу, да. Было бы круто. На рыбалку съездить, к примеру. Правда, я рыбач не умею, но попробовать надо.